Моя проповедь Моя проповедь что там есть две спальни. В одной спальне спит муж, а в другой комнате спит его жена на своей постели. Он привык, что в его доме совсем не так. В его доме родители спали на одной постели. А тут в этой семье родители спали на разных постели, в разных комнатах. И они не были пожилыми, они еще были в расцвете сил. И он не понимал, почему так, почему в этой семье по-другому, чем в его семье. И папа думал, как же отсказать своему сыну, объяснить это. И он сказал, они так друг к другу привыкли, что он уже надеял, что любви уже не стал, нет страха. Вот так бывает порой в некоторых семьях. Совсем не по армянской пословицам. Как у нас на свадьбах армянских? Какое поздравление идет, что вы застарились на одной подушке, не в разных комнатах, не на разных постелях, а на одной подушке. Но почему так бывает в жизни? Люди ведь женятся из страсти, из любви. Их сердце горит, когда они смотрят друг к другу в глаза. Они трепетно прикасаются друг к другу. Их первые ночи, они полные огня, любви, страсти. Их первые ночи, они полные огня, любви, страсти. Рождаются дети. И пошла рутина, пошли будни. И приходит серая семейная жизнь. И так пролетает годы. И люди живут, может быть, это праздник, как праздник. И как это события к событию. И так все просто сера, однообразие. Иск, когда они притворены друг к другу. Муж уже знает полностью жену, женат полностью мужа своего знает. Их первые ночи, нет. И нет никакой страсти, нет никакой отмечения. И нет никакой отмечения. И нет никакой отмечения. Я буду вести двойную параллельную семейную жизнь. И так же жизнь к Господу. Потому что, как муж, женой соединен. И так же мы соединены с Господом в Завете. И так же, когда мы покажем. И вспомните свой день обращения к Богу. И вспомните, как сердце горело, когда ты первый раз услышал Иван. И вспомните, как Бог прикоснулся и исцелил твою тело. Как он отвечал на твои нужды, как приходила помощь сверхъестественной от Бога. И сердце горело. Хотелось служить всю жизнь. Хотелось спасать всех людей. Хотелось всем свидетельствовать, что Бог сделал. Хотелось идти в библейскую школу или стать миссионерами. Были святые мечты. Была гонь в сердце. Была любовь первая. Была страх. И потом пришли в будущем христианской жизни. И вот это, когда мы пришли в будущем христианские обязанности. Нужно ходить в церковь. Надо жертвовать. Надо растить детей, воспитывать. Надо работать. Надо работать, работать. Надо хранить семейный очаг. И все пришло на свои русла. Жизнь тоже христианская вдруг стала обычной, однообразной. Хотите, не хотите, вы будете с этим сталкиваться в жизни. Это будет приходить в вашу семейную жизнь, в вашу христианскую жизнь. И может ко всему к этому привыкнуть. Начать жить обычной, серой жизнью, в семье и этаж из Бога. И спать в разных комнатах. На разных подушках. Так был Иоанна Абрама однажды. И так было Иоанна Абрама. Когда Бог ему сказал, выйди из своей земли, иди в землю, которую я дам тебе, и твоим наследствам в будущем. И он не был молодым, ему было 75. В то время, когда люди больше жили, чем сейчас, были где-то больше ста лет. Но все равно он пол жизни уже прожил в своем ури халдейском. Но Бог посетил, вот дал им откровение. Пришел огонь, пришла страсть по Богу. Он шел, он шел в эту беду. Иоанна Абрама однажды, и он шел в этой абитовской земле. Были трудности, но он жил в этой абитовской земле. Разводил скот, Ставил свои шатры, палатки, Ставил жертвы, Ники Богу. Не было наследника, А он все богател и богател. И вот наконец есть уже Измаил. И я думаю, что он успокоился, Абрама. И я думаю, что он однажды сидел уже, И когда уже Измаилу было лет 13, Он думал, что он был моим наследником. И он думал, что он был моим наследником. Сидел во время зноя по тенью своего шатра. И просто думал, как летят годы. В чем же суть моей жизни? Да, Господь, я послушался тебе. Я пришел в чужую землю, здесь путешествую по ней. И вот я живу. И вот я живу. День за днем проходит. Орец, орз, анцнуем. Месяцы, годы летят. Мне уже скоро 100 лет. Скоро мой закат пойдет. О, моя жена, Сарачка. Ей уже скоро 90. Она таки не имела радости. Но ничего, хотя Измаил жив. И вдруг он видит. Вдруг поднимает глаза и видит трех мужчин. Откуда они взялись, их же не было. Здесь пусты, вдруг они стоят. И сердце Авраам начало трепетать. Это Господь. Это Бог и Его ангелы. Они пришли как люди, в образе людей, в образе мужчин. Авраам побежал к ним на встречу. Не проходите мимо. Сейчас зной, сейчас жара. Идите под тень этих дубов. Вам амойет ноги. Я приготовлю пищу. Отдохните, пожалуйста. Потом продолжите путь свой. Владыка, Адонай, хозяин, зайди ко мне. Он чувствовал, что это особые пустыки. Это Господь, это Владыка. И они согласились. Самое настоящее армянское гостеприимство. Вот откуда у вас все пошло. Царачка делает хлеба. Лаваш, матнакаш, быстренько пресный хлеба. Матнакаш, лаваш. Там слуги быстренько хороваться из терятины. Авраам их угощает. И что делает жены, когда мужчины совещаются? Они подслушивают у дверей. Она была в шатре, подслушивала там за занавеской. И вдруг говорит Господь. А где Сара твоя жена? Она там в шатре занимается своими женскими делами. Авраам не знал, что она подслушивает. Хотя многие мужчины догадываются. И вдруг он говорит. У Сары через год будет сын. Я приду через год. И у нее будет радость. Сара подслушивая, внутри начала смеяться. Как я, старушка. Который уже вот с следующим годом 90-то. Всю жизнь была бездетной. Над мной смеялась. И даже если бы я и могла бы. То на самом деле уже по возрасту не могу. Женская все закончилась. И семени нету. А мы мужик 100 летний. Искими тегам артамус. Да нету, но уже клеймакс. Своей палатки спит уже давным-давно. Никакой совместной жизни нет. Вообще забыли, когда вместе спали. И она смеялась внутри. И вдруг она слышит. Сара, выйти сюда. Есть ли что невозможное для Бога? Для Бога все возможно. Бог все может. Для него нет ничего трудного. И я говорю тебе, Сара. Через год. Ты будешь держать на руках. Радость, смех. Это будет Исаак. Это будет твоя радость. И то есть смех. Это будет твое дитя. Она испугалась. Говорит, нет, я не смеялась. Он посмотрел на него и сказал, нет, ты смеялась. Но будет так, как Бог определил. Будет так, как Бог сказал. И они поднялись. Они поднялись и пошли. Абрам пошел их провожать. Абрам был, когда они были глобальные проблемы. Что будет в будущем? Что будет с Армении, с Россией, с Америкой? Сгорит ли Сан-Франциско огнем или нет? И они шли там, беседовали. Я начал думать, а что делала Сара? Я думаю, она еще пару минут стояла, остолбеневшая. Кто же это, который знает всю мою внутренность? Кто же это, который знает все мои горести, печали и слезы? Кто же это, который знает мою скорбь и мои страдания? Кто же он, который знает всю мою мысль и все мои чувства? Это воистину, Господь Бог. Это воистину, Адонай, хозяин жизни. И вдруг ее шокировало. У меня будет сын, он сказал. И она подпрыгнула. Надо что-то делать, чтобы были дети. Она свою палатку, свой шатер. Давай пирину, вздувать, подушки. Надушила все вокруг. Збегала в косметический салон. Надела марафет, штукатурку наложила. Шпарарец, их демка. Адела свое свадебное платье, когда когда-то одевала для Авраама. И стоит ухода своего шатера. Авраам возвращается весь в тревоге. Что будет Содомом, что будет сговором. Неужели мой племянник Лот там сгорит? У входа в свой шатер встречает его Сарочка. Авраамчик. Аджана. Посмотри, как я выгляжу. Не до этого, дорогая. Не до этого, Сирелис. Не до этого, Содом и Гамору. Я тебе сейчас такой огонь дам. Если женщина хочет. Если женщина хочет. Если женщина хочет. Захады. Нерзмыты. Он и зашел. И через год был Исаак. И была радость. И был смех. Исаак таки абат. Это означает радость, смех. Исаак нишанакуме. Цицах у рахутин. Если вы будете внимательны изучать. Не только внутри у Сары что-то произошло. Что-то изнаружи поменялось в ее теле. Что это такое, дорогие мои. Это откровение, которое меняет внутри нас и снаружи. Это Бог, который приносит свое слово. Это Бог, который может посетить нас и опять зажечь огонь. Невозможно жить без страсти. Нельзя жить без огня. Нельзя находиться в серых буднях. Мы должны выходить из этого, чтобы ревностно служить. Чтобы ревностно любить свою семью. Чтобы быть верными предами своим женам и мужьям. Для этого нужна страсть. Для этого нужна воскресенье первой любви. Но как, чтобы это пришло? Только откровение может менять нас. То, как откровение возвращает огонь. Только откровение от Бога зажигает наше сердце. Только откровение от Бога дает опять чувство первой любви. Как же получить это откровение? Это надо пойти в книгу откровения. И так, откровим книгу Откровения 2 глава. И вот так, откровение 2 глава. Откровения 2 глава с первого стиха. Откровения 2 глава, а ращи хоскит. Ангелу Ефеске церкви напишет. Так говорит держащий семь звезд в деснице своей. Хадящий посреди семи золотых святильников. Если ты говоришь, что это не значит, что вы говорите. Господь стоит среди своих золотых святильников. Он стоит среди своих золотых святильников в церкве. Он делает свои руки служителей. И он дает послание церкви. Знаю дела твои, и труд твой, и терпение твое, и то, что ты не сможешь сносить развратных. И испытал тех, которые называют себя апостолами, а они не таковы. И нашел, что они лжицы. Ты много переносил, и имеешь терпение. И для имени моего трудился, и не изнимагал. Какая хорошая характеристика. Если любая церковь или любая из нас услышал такие слова от Господа. Когда Господь лично говорит. Я знаю твои труд. Я знаю, что ты не любишь грех. Ты любишь чистоту и святы. Ты знаешь здравое учение. Ты можешь отличить правильного учитель, от неправильного учитель. Ты переносил, и у тебя выработал терпение. Ты трудился, и нет усталости у тебя. О, Господи, дай таков услышать нам. Но не дай нам, Господи, слушать следующие слова. А следующая была, но. И маленькая но перечеркивает всю характеристику. Но имею против тебя. Не дай, Боже, чтобы Бог стал против нас. Бог говорит, я выступаю против тебя. Я имею против тебя. Я имею против тебя. То, что ты оставил первую любовь твою. Итак, вспомни, откуда ты не спал, и покайся. И твори прежние дела. А если не так, скоро придешь тебе, и сдвину святыник твой с места его, если не покайся. Такое маленькое. Я не нахожу первую любовь. Не то, что ты не любишь, ты, может быть, любишь. Но я не нахожу первой любовь. И отсюда я готов сдвинуть твой святыник. Сдвинуть святыник, это значит угаснуть. Это значит быть без святы. Это быть без Бога. Это стать пустым, мертвым, религиозным человеком. Нет святы, нет Бога. Нет его духа, нет жизни. Нет нерависти, нет нерависти. Кому нужны мертвые церкви? И, к сожалению, есть такие церкви. Где вместо света тьма. Где вместо Духа Божьего, Дух страха. Где вместо здравого учения одна религия. Где вместо утешения и исцеления. Страдания и плачь людей. Нет Бога. Нет света, нет жизни. Никому это не надо. И как страшно, если цветы внутрь нас гаснет. Как страшно, если внутри опять вакуум пустота. Как страшно, если церкви делается мертвыми. Если Бог их покидает. Если цветы гаснет и там нету света больше. Бог есть свет. И если его нету, значит, там тьма. Не дай, Боже, никому из нас этого. И все из-за чего. Ты оставил первую любовь. И я готов сдвинуть светильник. Знаете, когда Бог обличает. И так, когда Бог обличает. Хотя много сейчас проповедников, которые говорят, что Бог только ласкает и говорит с любовью. Да, Бог говорит с любовью. Да, Бог всегда готов нас утишать и поднимать. Ну, дорогие, я задам вам вопрос. Что, разве ваши дети всегда хорошо поступают, что вы их по головке гладите? И вы как мудрый, любящий родитель говорите им, ну, ну, так нельзя делать. Вы их обличаете правильно жить. Тоже самый Отец Небесный. Тех, кого он любит. Он их воспитывает. Он и говорит, ну, ну, там, Денизианам поступать. Он обличает так же, чтобы мы были справлены. И когда Бог обличает. А здесь мы видим, что он обличает всю церковь. Не для того, чтобы она утихла. А для того, что был выход из тупика. Поэтому, когда Бог обличает, он всегда показывает выход. Если тебя кто-то обличает. И ты думаешь, что это Господь или какой-то брат или сестра или служитель. Но они не дают выхода. Не показывают, как выйти из этого. Запусть эти обличения. Бог, если обличает, то он ведет тебя дальше, чтобы ты пошел с ним. И здесь он показывает выход. Как можно вернуться к тому, что утеряно. Как можно опять иметь первую любовь. И он здесь начинает говорить о покаянии. Покаянии. Мы так много слышали об этом слове. Разные переводы. Что говорит греческий язык, что говорит английский язык. Что это разворот. Что это другое мышление. Но я вам скажу, что из своего опыта, что такое покаяния. Которая основана на Писании так же. И я увидел, что покаяния. Покаяния не меняет. Потому что весь мир каятся. Но не меняет. Но не могут быть. Что они считают. Как они считают. Вы считаете, что они считают. Как они считают. Иудайзм считают именно евреям. А те исты, разве не кайли свои совести? Здесь мир кайется, потому что есть угрызение совести, что где-то неправильно сделали, неправильно поступили. И дают обещание. Больше так не буду делать. Но проходят день, другой и опять то, что сам это делает. А отсюда я вижу, что покаяние не меняет. Но не меняются. Я в христианской семье. Вы знаете, сколько я в жизни каялся? Почти на каждом воскресном служении. Чувствовал, что плохо вел себя в школе или дома. И говорил, Господи, прости, больше не буду. В настоящий день делал опять то же самое. Я думаю, как и здесь, так и во многих армянских церквях. Есть джанны, которые никак не могут бросить сигарету. Сколько раз вы каялись, что больше не будете курить? Но приходил день и опять выбрали. И опять каялись. Цеху мейк, нориць апашхару мейк. И говорили, больше не буду. А с мейк, айлевесь чем манилу. Помолите за меня. И молились за них. И они каялись. Почему это не меняет? Потому что покаяние, на самом деле, оно не меняет. Это как будто извинение перед Богом. Но что меняет человека? Откровение, которое приходит и дает веру. И тогда человек меняется. Иисус не проповедовал покаяние только. Он пришел и сказал, покайтесь и веруйте. И Евангелие. Покаяние без веры, Евангелие, это не покаяние. Покаяние без веры, Евангелие. Покаяние без веры, Евангелие. И когда человек с верой каяется, имея Слово от Бога внутри, которое дает тебе выход в новую жизнь, в новую картину. И когда человек так каяется, тогда он поворачивается и меняется. И если он, как и сказал, о том, что он не может. Богуславу. Когда на меня сердце, пришло открытие, пришло слово. Кто не надо мне больше будет продавать, покупать ресторанами. Кто будет кормить птиц, зверей, и тем более своего сына обеспечит. То мне не надо на других будет девушек смотреть. А он мне дас верность и дас любовь. И мы будем жить в любви. И уже 30 лет вместе. И еще 30 лет, потом 30 лет проживем. Когда пришло ко мне слово, то не надо будет себя защищать кулаками. Но люди будут победить Божьим Духом. Потому что Дух Божий сильнее плоти всякой. Когда свет пришел ко мне и нарисовал картину другой жизни, тогда я сказал, что Господь, прости. Прости за все ошибки, за все грехи. Я верю в Твое обеспечение. Я верю в верность и любовь семейную. Я верю в силу Духа Святого. Я верю в святыцей скромность. Я верю в смирение, не в гордость. Вот тогда моё сердце покаялось и поменялось. Вот тогда я повернулся от своей греховной жизни, потому что я видел другую картину жизни. И здесь Господь не просто говорит покаяться, он покажет картину, которой надо вернуться. И так, вспомни, откуда упал и покаяться. Не просто покаяться, а увидь картину, которую ты должен прийти. Что нужно было вспомнить? Иск, как ты был влюблен? Вспомни, как ты полюбил свою прекрасную принцессу. Вспомни, как ты полюбил свою жениху. Что нам поможет вспомнить? Инш, мы скокни, когда мы кишем. Давно заброшены наши черно-белые сфадебные фотографии. Мы скокни, мы скокни. Мы скокни, мы скокни, мы скокни, мы скокни, мы скокни, мы скокни. Мы скокни, мы скокни. Наши дом, каждое квартира имеет свой быт, свой запах, свой дух. Когда ты захватываешь дом, квартиру, ты видишь обстановку, мебель, там картины, антиквары, или что-то, и сразу чувствуешь атмосферу этой семьи. Люди украшают свои домы, и свои внутренности. И, по-своему, вот теперешней му быту. Метну, что ты видишь, антиквар. Метина, каа антиквария. Видишь, пасуду, чашечки, хрустальных. Укота картины. Укота картины. Рункаписи, нанписи. Укота вообще ничего плохого, подправленного коты. Но я всегда ищу в домах, где сфадебная фотография. Потому что она напоминает АПЕРВЫЙ ЛЮБВИ Но это не в нашем вкусе, не в нашем бытии Меняйте свои вкусы и быть по-христиански Есть ли на твоих стенах надписи, откровения и Слово Божия, где Бог тебе помогал? Если у тебя где-то на стене фотография твоей свадьбы или рождение первого ребенка Мы можем сейчас увидеть кучу фотографий, где отдыхали, куда поехали, какой мир увидели Они ничего не говорят Это просто быт Быть современного мира Отыщи свои черно-белые фотографии И сейчас мир такой, что ты можешь даже увеличить их и сделать даже лучше Где ты, дорогая свадьбном наряди Невесты, где ты прекрасный принц И повес их дома на свои стены И вспомни высоту первой любви И теперь мы помним Это видео У нас не было видео Были черно-белые фотографии Это видео Я вырос в христианской семья, как я вам говорил У нас было не было картин, у нас был один собственный дом, но было только две рамки там. В зале, в одной рамке, было написано слово Твоё, святительник на ге Твоё, и свет на пути Твоё, из Псалмов. Это фотография. И папе маме за 8, и они живут дальше вместе, и спят дальше на одной постели. Потому что есть что-то, что напоминает их обраки. Сколько сейчас разводов? Сколько потресканных судеб семейных? Это было прекрасно. Это было очень много, что они, как они, как они, традиционные, может быть, некоторые из них баптистские, пятидесятические, некоторые из них были, и союзы прямо целыми церквями в Америках. Здесь дети христиане уже 3-4 рода, евангельские христиане. То есть их дедушки или прадедушки были христиане, которые страдали за веру здесь. Это было очень много. Это было очень много. Это было очень много. Они уже поколениями рожденных христианами и евангельскими. Когда я слышу о тех и тех служителей, которые служили, а теперь они в мире или даже вообще отъявленные грешники. Я говорю, Господи, как это возможно? Они меняли мир. Они были по-мазанными проповедниками. Кто-то из них был чудесным пастыром. Кто-то был сильным евангелистом. Кто-то был помазанным пророком. И теперь даже стыдно их имя говорить. Почему святильник погас? Потому что ушла первая любовь. И вот поэтому Господь говорит, начинай вспоминать. Если ты не хочешь, чтобы твой святильник был погашен, начинай вспоминать свои искренние чувства ко мне. Начинай вспоминать свою свадьбу, чтобы не было развода, чтобы муж не покинул жену, не пошел к какой-то любовнице. Начинай вспоминать. Муж вспоминай, как ты полюбил эту девушку. Жена вспоминает, как ты отдала себя ему. Вспоминай свою свадьбу. Вспоминай свой медовый месяц, чтобы он был медовой жизнью. Вспоминай эти радости. Эти чувства вспоминай. Вспоминай подарки, которые ты давал. Вспоминай подарки, которые ты получала. Вспоминай. Вспоминай. Знаете, у меня тоже много картин, но у меня есть всегда альбом их. И также фотографии на стене моей свадьбы. Это не для пиара, а так просто, чтобы всегда напоминать, что я женат на одной женщине на всю жизнь. Я взял пару фотографий, просто напоминать и вам показать. Давайте посмотрим. Но опять не так. Давайте начнем с первой фотографии. Там, где я пошел в ЗАГС, расписываться. Пожалуйста, не перепутайте, сделайте, пожалуйста, правильно. Опять не так. Но давайте тогда искать, я буду искать. Хорошо. Вот это первая фотография. Это мы пошли в ЗАГС. Мы знали, что в первую очередь надо расписаться, но не ложиться, а потом пойти в церковь, получить благословение от Бога и только потом лечь в постель. Мы знали, что мы должны быть честными перед Богом и перед обществом, перед людьми. Мы пошли в четверг разписались, это приехала ее семья и так же мои родные. Моя жена с Грузии, поэтому приехали оттуда. Следующее. Мы идем, ну что вы сделали, ребят? Я просил уже по порядку. Мы идем в церковь в воскресенье. А дели свадебные наряды. Мы радуемся, но понимаете, какое волнение. Это старший пастор, пресвитер церкви, молитвенном доме. Очень серьезный момент. Мы все волнении, потому что двое станут одно перед Богом. Это будет тайна, которую Бог совершит. После сочетания, бракосочетания в церкви. Это первый поцелуй там в церкви. Не то, что первый поцелуй в церкви, а вообще первый поцелуй в ее губы. До этого вообще ее не касался губ. До этого истинный крест вообще не целовал ее. Потому что я знал, надо было чистой и святой, чтобы нам чистой святой войти в брак. Это было чудесное мгновение. Ну ладно, это уже продолжается 30 лет. Потом у нас была свадьба дома, там у нас была своя земля, город. Мы сделали шатер на 500 человек, желаем счастья, гостей. Программа практичная, свидетельство, подающие. Потом свадебная сессия. Вот мы были молодые, красивые и симпатичные. Вот там ее на руки взял до сих пор ношу. И потом мы поехали в свадебную путешествие. Вот это Крым ласточкина гнездо. Потом мы поехали в Сочи и потом в Пицунду, откуда народом. Ребята, какой я качок, она спортсмен. Молодец, Ленька. Но она тоже, посмотрите, влюбиться можно. Красавица, ух ты, Маришка моя. Ладно, выключите, не надо. Она уже влюблена в меня. Зачем я вам показал? Это не для пиара. 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 Да, есть много фотосессий, современных разных фотосессий. Фотосессий на Киане, фотографии с друзьями, в церкви. Но этот альбом лежит перед мне. И некоторые фотографии отсюда висят на стиле. Зачем ты скажешь? Чтобы никогда я не забыл, чтобы мы не забыли, как мы полюбили. Так же самое есть места писания от Бога. Когда Бог прикоснулся к тебе. Когда Бог мне первый раз сказал в жизни. Открой уста, я их наполню. Я помню этот псалон. Когда Бог проговорил мне языки имею о тебе. Намерение не на зло, а на добро. Чтобы дать тебе будущность и надежду. Почему не выписать эти места и не повесить? Чтобы не напоминали о прикосновении Бога к тебе. А чудеса, которые Он сотворил в твоей жизни. Поэтому достаньте свои откровения. Достаньте свои свадебные фотографии. Или достаньте видео своей свадьбы. Достаньте фотографию рождения детей своих. И смотрите и вспоминайте. Какие были чувства. Какая была страсть. Какая была любовь. И тогда есть картина, к чему вернуться. И тогда есть покаяние с верой, с откровением. И тогда вы можете сказать, Бог, прости меня. Что имеешь семью, а живу так, как будто вообще без семьи. Имею тебя, а живу так, как будто вообще без тебя. Прости меня, Боже. И я возвращаюсь к тому, что утеряна. И я вспоминаю, откуда я упал. И я поднимаюсь на высоту первой любви. И вот тогда и есть покаяние с откровением, с верой. Которые меняют нас и рождают новое. И приносит радость жизни и страсть. Это первое, что здесь сказано. Вспомни покайся. И второе здесь сказано. И начинай творить прежние дела. Не дела обычной твоей жизни теперешней. Но дела, которые исходят из страсти. Как прежде ты творил дела со мною. Или как прежде ты был влюблен в свою жену и не в своего мужа. Вот эти дела начинай делать. Начинай вспоминать, что ты делал вместе в любви. Начинай вспоминать, что ты делал вместе в любви с Господом. И возвращайся к этим делам. Поймите, первая любовь. Это как огонь, который гаснет. Но чтобы он не погас. Нужно делать эти дела. И тогда дрова подкладываются и он горит дальше. Поэтому ты вспоминаешь, как ты служил людям. Ты вспоминаешь, как ты со страстью свидетельствовал. И начинаешь это опять делать с Господом. Ты вспоминаешь, как ты бежал, молился о потерянных людях и плакал. Ты вспоминаешь, как ты начинал служить Богу и тебе горело сердце. И вот с этими чувствами опять начинаешь делать. И тогда первая любовь не уходит. Тогда твоя обыденная жизнь остается сзади. Тогда серости нету в христианстве. Тогда нету раздоров и ссоров в семье. Потому что там, где любовь. Там есть покрытие всех грехов. Там, где есть любовь. Там есть сам Бог в этом доме. И поэтому начинаешь делать в любви. Чтобы делать в любви, нужно найти то, что нравится делать вместе. Как я вам сказал, люди привыкают очень быстро к друг другу и потом чувствуют, что они совсем разные. Однажды я услышал свидетельство от чудесного нашего друга Евангелиста Каргустова Северина. Вы знаете его, да? Чудесный Евангелист. С дарами Духа Святого, с дарами исцеления. Мой старый друг еще с 88-го и 89-го года. Много раз у нас дома был. Мы были у него. Очень давно с ним дружим. Чудесный помазанный человек Божий. У него прекрасная семья. У него очень хорошая семья. Не маленькая, большая семья. Медицин Таник. У него. Внуки. У него есть прекрасная жена Моника. Она медсестра. И он всегда с ним. И когда он возвращался домой усталый. И когда он возвращался домой, усталый. Мог побыть пару дней или неделю дома, и опять его сердце горело по миссии, и он уезжал. И вот годы, годы идут и прошли. Им за 60. И однажды он сидел с Моникой. И начали думать, что они могли бы делать вместе, чтобы их объединял. И ничего не нашли. Они увидели, что они совсем разные люди. Он всю жизнь прожил на миссии. Евангелизации, конференции, поездки. Она всю жизнь прожила в медицине, помогая детям. И начали думать, жизнь идет и скоро к концу. Что мы можем делать вместе, чтобы нас это радовало и было там страсти или бот? Каргустов сам по себе такой, знаете, импульсивный человек. Он любит и фитнес пойти. Он и пилот на самолете. Он и на аквалангиста сдал, и под воду идет. И так он зовет жену, давай полетели. Он говорит, не хочу летать. Пошли в небо, не хочу. Пошли под воду, тоже не хочу. Он говорит, давай книжки читать вместе. Он говорит, не хочу книжки читать. Она хочет одно, он хочет другое. У нее одни интересы, у него другие интересы. И вот они сидели и обсуждали, что их объединяет, и ничего не нашли. Так что, разводится? Развод это грех. Нет, конечно, их объединяет вера в Бога, объединяет дети, внуки. Но я говорю сейчас о личностях, что объединяет его и ее, чтобы дальше жить. И когда они перебирали свои интересы, они ничего не могли найти, чтобы делать вместе что-то. И потом Каргуста как-то вспомнил. Я решил еще в мулести быть капитаном. И она, Моника сказала, а мне всегда нравилось плавать на лодке. Я не купил лодку и теперь он моряк, а она морячка и там общается. Вы знаете, если не найти, что нас вместе соединяет, то жизнь опять станет рутинной и скукой. Чтобы продолжить семейную жизнь, и чтобы старость была плодородной, и чтобы уничтожить, что делать вместе, и чтобы обоих радовало. Чтобы христианская жизнь не стала скукой. Нужно найти от Бога откровение, что делать с ним до конца жизни. Поэтому, когда есть первая любовь, есть откровение от Бога. Нужно найти, что делать с ним из любви. Когда первая любовь вернулась в брак. Мужу и жене нужно найти, как дальше продолжать общаться или в отдыхе, или в тюрде, чтобы там любовь не угасла. Аминь. Давайте поднимемся на нашу нотку. Бог мне сказал, что дать простое его послание, дать ободрение для вашей жизни. Прославление поднимайтесь, пожалуйста. Господь мне просто проговорил. Дай ободрение церкви. Как дальше жить и трудиться со мной. Ничто не будет оценено, если нет первой любови. Нужно служить даже. Нужно проповедовать даже пророчество. Но если там нету страсти, нет первой любви, это тоже не оценено служение. Можно отдать свою жизнь даже на смерть. Но если нету там любви, это не оценено нисколько. Почему? Потому что Бог есть любовь. А где нету любви, там нету Бога. Иск, что он не может быть любовь. Иск, что он не может быть любовь. Можно много, что творить. Можно, вроде бы, неплохую жизнь прожить. Но если не будет любви, то вся жизнь неправда. А знаете почему? Потому что каждый из нас. И так же наши дети. Мы все рождены из страсти. Из любви. Мы рождаемся из любви, папа и мамы. Наши дети рождаются. Мы все рождены из любви. 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 И служить. Что это делать для Бога? А теперь так пусто. Мы все рождены из любви. 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 Бог, я хочу эти чувства опять. Верни их мне. Выходи вперед и становись здесь во имя Иисуса. Во имя Господа иди. Во имя любви иди. И она вернется к тебе. Бог повернется. И зальет свою любовь. Его дух здесь. Его дух любви. И зальется в твое сердце любовью. Иди. Иди вперед. Мы призываем твое имя Иисус. Мы призываем твое имя Иисус. Мы призываем твое имя Иисус. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 И Петр тогда сказал «Господи, я люблю тебя! Мы говорим, что любим, мы призываем Бога! Потому что Бог есть сама любовь! Поэтому, когда вы здесь стоите, я не знаю, какой любви вы хотите вернуться! Может быть, к любви в отношении к мужу, к жене! А может быть, к любви к Богу, которая утеряна! Поэтому, когда сейчас будет петь, опять прославление! Начинаем отначально тихо, а потом громче и громче говорить! Простое слово! Простое слово! Я тебя люблю! Я люблю тебя! Если это жена, скажи ей прямо в глаза, прямо в лоб! Люблю тебя! Если это Господь, скажи ему, я люблю тебя! Я люблю тебя! Начни говорить, и ты начнешь поворачиваться! И Бог начнет поворачивать твое сердце к тебе! Начинай обращаться к Нему! Он не указывает на твои падения! Он несует тебя за твою серость, за твои путни, за твою утери! Он задает один вопрос! Любишь ли ты меня? Скажи, да, я люблю тебя! Я люблю тебя! Я тебя люблю! Я люблю тебя! Я люблю тебя, Иисус! Я люблю тебя, дорогая жена! Я люблю вас, дорогие дети! Я люблю тебя, Цетан! Я люблю тебя, Иисус! 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Аминь Субтитры создавал DimaTorzok А это значит придут изменения И с ними надо будет жить и трудиться с этими изменениями И продолжать любить И говорить постоянно, что любишь Один пример и на этом закончил Одна семья, она должна была уже развестись Муж обвинял жену, жена мужа И у них уже был назначен И у них уже был назначен Скоро уже развод Он говорит, что любишь Он говорит, что любишь Сделай для него это одолжение Он проснулся утром Посмотрел на ее голову Выдра крыса какая Подумал Но вспомнил обещание И сказал, что любишь Люблю тебе, дорогая Подушка полетела в него А с подушкой еще куча помоев Словесных Он еле сдержался и вышел с постели Следующее утро Люблю тебе, дорогая Две подушки полетела в него Третий день Люблю тебе, дорогая Уже подушки не летели Она молчала Неделю каждую утро И он говорил И друг заметил, что через неделю Он уже начал говорить Люблю тебе, дорогая Через две недели Когда он говорил Каждое утро Вдруг он стал чувствовать Что на самом деле любит ее А чудо в том, что через три недели Она поверил, что он ее любит И она его любит И бракса стоялся дальше Почему? Потому что когда мы говорим Люблю Мы призываем характер Бога Мы призываем его В этих словах И что-то начинается новое И что-то начинается новое И что-то начинается новое Вспомните, когда первый раз Первый раз в жизни Вы парни или вы девушки Говорили своему Своему парню Люблю Это было трепетно Это было страшно Может быть как-то неудобно Но вы сказали Люблю тебя И вот в этом слове Приходит Бог Для того, чтобы начать Что-то новое Если вы хотите Чтобы ваша любовь не гасла Ни к Богу Ни к другу Говорите каждый раз Говорите сотни раз Говорите тысячи раз Говорите Люблю тебя Люблю тебя Люблю тебя Я тебя люблю Я люблю тебя Потому что Бог есть любовь И Он приходит в этом слове Ну и конечно Достаньте свои Свадебные фотографии Отыщите их В шкафу Или под кроватью И повесьте в рамку На стене И вспоминайте И смотрите Как вы были влюблены И так же Отыщите В места Библии Через которое Пришло откровение К вам И напишите Это в рамки Повесьте И помните Это слово Которое подняло вас И дал вам чудо В котором был Бог Который есть любовь И говорите всегда Я тебя люблю Аминь Слава Богу Благословение вам Будьте ободрены Бог дает любовь А значит Все начинается Заново И творите С Господом В любви И имеете Дальше общение Мужа Жены В любви И Бог будет С вами И жизнь не будет Печальной Но будет Радостной Благословенной И плодовитой И плодовитой Помните Когда приходит Откровение Приходит Бог А когда Бог приходит Приходит Любовь Его И тогда Начинается Все новое Приходит Радость Рождается Исаак И начинаешь Жить И трудиться В этой любви Будь благословенна Церковь Будь благословен Народ Божий Будь благословен Армения Мы тебя Любим Хаястан Редактор субтитров Корректор А.Кулакова